Пишу, дадам, представить важному вниманию, говнокод-шоу. Сейчас, наверное, все ожидают, я сейчас буду прислать образцами присланного мечами кода или стандарта. Ну, мало прислали, прислать особо нечего, многие, например, стандарты кодирования. Поэтому я уже не буду сильно в это углубляться, тем более не хочется сильно замараться. Я решил неким иносказательным, так сказать, эзоповым языком рассказать вам о говнокоде на примере того, как я делал свою презентацию. Итак, и снова звучат франфары и музыка, я даже не стал писать свое имя, сейчас, о. Итак, основные, так сказать, постулаты моего рассказа, о чем хочется рассказать. Я считаю, что все дело, у меня последняя фишка такая, что все дело в эмоциях и психологии. Дело в том, что люди очень часто, когда произносят сверху, слетает слово говнокод, они находятся в неком возбужденном состоянии. Система была в равновесии, потом возбудилась и сверху, так сказать, слетело это слово. Одна из первых эмоциональных причин, когда я это слышу, а я очень часто это слышу на протяжении уже многих лет, нам там, с первого курса, я про разные вещи, про мои программы, про программы соседей, про свои собственные люди говорили. Они очень часто, например, могли после года программирования на Паскале называть любую программу на си говнокодом, хотя бы в силу того, что там нет бигинэнда, разве это и люди? Ну, я считаю, что первая вещь, с которой согласно, наверное, большинство, и об этом уже говорилось, что нечто малознакомое в новом языке, какая-то концепция, приводились уже сегодня примеры, интересные какие-то фишки, которые внедряются, может быть, функциональные языки и даже классические, они могут показаться вам очень странными, хитро подвывертанными, просто потому, что ваш глаз споткнулся на это. Он споткнулся, это выделилось, вы такие испытали некий ступор, некое замешательство, ваш взгляд помутнел, дыхание участилось, ну и так далее. Оп, не туда. Ой. Жадная, искрочная. Вы играли на логику программы. Еще у меня есть постулаты. Ну, я продолжу на свою тему. Представляете, я повторюсь на следующем слайде. Люди путают понятие говнокода и хитровывернутого кода. То есть, хитровывернутый, я очень часто замечаю такие вещи, на хабре было соревнование, запихать что-нибудь в 30 строк или в 30 секунд или еще что-нибудь такое. Когда человек берет и использует плохие стороны языка для того, чтобы написать что-то, чтобы все сказали, ух, как ты круто, плохо использовал плохие стороны языка. Такой черный между собой, черный взгляд на кодирование. И вот это часто становится, а потом человек-то привыкает круто делать. Он так круто воспроизводит, чтобы удивить коллег, а они хоп и воспринимают говнокод, не оценили его. А он после этого пошел и полил грязью их код, выложив на говнокод рук. Вот так закручивается инферно взаимного кидания какашками. Кого я имею в виду? Они, люди с первого слайда. Те самые, которые часто считают говнокодом нечто малознакомое в новом языке. Абсолютно непонятно, почему я не мог об этом написать на этом слайде. И еще постулаты два. Я смотрел не только говнокод.ру, есть американские аналоги, наш, конечно, самый крутой, так и безусловно. Вот в топе говнокода, абсолютно согласно статистике знаменитой, какие языки на каком месте, сколько они процентов занимают, примерно с той же частотой располагаются, плюс небольшой лаг на старые языки, такие мастодонты, как Java, PHP, 1S, Delphi, это уже лаг от старого языка, видимо, кто-то пишет из подкурсовые, поэтому на самом деле это пиша довольно широка. Все люди берут, копируют кусочек свой курсовой, чтобы они, наверное, ошибки не нашли. Такие, смотрите. Это все нормально. Нам кажется, что говнокода, например, больше PHP, потому что так много людей вокруг нас выкладывают свой год, или чужой, на самом деле говорят, что чужой, он свой, и говорят, смотри, подивись, ужас какой, смеются сами. Но в душе надеются, что никто не кинет, но метают, и все равно. Здесь еще очень важно помножить на порог вхождения. То есть статистика была бы вообще строгой, если бы у некоторых языков, вокруг них существовал бы классный миф. О, это сложно. Это отпугивает тех людей, которые потенциально могли бы в нем произвести много говнокода. А также тех людей, которые могли бы найти ваши хитро подвыверты на Хаскеле, на Скала, тоже определенного рода отступления от каких-либо классических концепций. То есть этих людей там просто мало тусуются, и люди заняты не тем, чтобы обсуждать качество кода друг друга. Они просто все вместе, как люди, которые свалили из России. А как там страшно было. Вот так вот примерно говорят. А, здесь классно, и все обменив с впечатлением, как здесь классно. Потом они отрезвеют, и наступит период обмена. Ну, информации более вытоваривают. Но это будет потом. О, так вот, я скопировал картинку из чужой презентации, смотрите. Она у меня есть. В любой презентации, где рассказывается про говноков, за исключением сегодняшних, почему-то вот есть такая картинка, просто замечательная. Вот поднимите руку, кто ни разу не использовал константу 86400 в своем ходе. Ни разу. Вот молодежь поднимает руки. Либо вы не знаете, сколько секунд суток. То есть, либо вы умножали. Я здесь пользуюсь на пневму 86400. Я не знаю. Не вижу ничего классового абсолютно в этом ходе. Мне он нравится, но эта картинка должна быть в приличном... Ну, все же говорят, что это говнокод, он узкий такой. Хотя все так пишут. Я ставил ее здесь, она пускай будет. Еще один слайд. Давайте попробуем родить определение говнокода. Ведь нельзя без научного подхода и правильных определений все это делать. Вот я такой беру и ввожу определение. Ну, такой, что такое говнокод? Я, правда, определение это мерзжу из ответов людей в анкете. Ну, это типа неправильно как-то. Или вот это тяжко как-то менять. И вот я ощущаю, что... Очень четко, да, определение чувствует получается. И вот это мне сложно понять, и... Ну, блин, а он вообще плохой. Вот, это плохой, оно звучит самым основным образом. А тут я такой хоп и перехожу на такой основной холивуар. Я сам Java программист, и мне очень часто приходится слышать слова о том, что... Геттеров и Сеттеров, да я сам порой кондицирую эти слухи просто для того, чтобы казаться модным и стильным. Но суть в том, что значительная часть людей, которые при мне ругались в Принг, например, они на нем ничего кроме, например, простого приложения, холлоборд не делали. Ну, так вышло. А те, которые не ругали, они молчали. И мы от них никогда не узнаем, что, как это было больно и тяжело, и наоборот, хорошо. Вот. А еще я, например, видел замечательный код, как у Java-стайл, например, на JavaScript-те. Это там, вот так, наверное, не надо делать. Но в Java это нормально, так все делают, все пацаны делают, все девчонки делают. И это обречает тебе понимание. Когда ты видишь геттеры и Сеттеры, ты как бы внутренне успокаиваешься. Это свой человек. Если человек почему-то говорит, что он не хочет, хочет от них отказаться, спасти Java, там, я знаю, как лучше будут Java-ушки, мы бросим весь Enterprise, скинем с парохода современности, вот, будем писать свои классные, бедят приложения. У меня возникает такое ощущение, такое ощущение. Не то, что, потому что человек что-то не знает. Но в детстве кто-то сильно обидел. Это кто-то был в очень красивой какой-то форме, очень сложной, с кучей значков, он не смог запомнить, как его писать полицейскому, когда там, простите, ставить фотороп. Вот, у меня какие-то примерно такие ощущения. Это вообще никак не связано с качеством библиотек на Java. Вообще никак не связано. А еще это связано с классом людей, которые боятся изучать, например, российское законодательство, того, как функционирует экономика. И они начинают трогать всякие вещи, там, начиная от Esquire, и заканчивая, ну, конечно, заканчивая чудесной программой на 1С, потому что он действительно чудесный. Просто потому, что, ну, блин, это же там, вот это вот. У них это ассоциируется, что если напишут код такого типа, вот сейчас мне придет бухгалтер, и вот с ними рядом будет стоять. Это самое мягкое. Ну, то есть, люди опять вытесняют свои ощущения по поводу языка, своими эмоциями по поводу людьми, которые составляют, может быть, или участвуют в принятии решений или задач. Для них это очень странно. Не стоит делать так. Ну, негр просто классно висит, я его пока оставлю. Аналогичные вещи можно слышать и в обратную сторону. Например, люди, которые приходят в Game Dev, например, а я сейчас буду фигарить игрушки. Для того, чтобы сделать классную игрушку, оказывается, что нужно стать маленьким винтиком, который пишет маленькую кучку в сервер-сайте, или делает какие-нибудь маленькие спрайты, а по какой-то причине он не проектирует и не играет в эту игру. Ну, то есть, вот настоящую, большую, хорошую игру, чтобы покупать миллион подростков, так как-то не получается. Вот, ну, я просто к тому, что это не только в учетах сайта. И вот тут человек, он свой, как бы это, вот эта шестая стадия неприятия смерти, там, или еще что-то, он вдруг начинает барахтаться такой, да нет, дело не в том, куда я попал, и так далее. Дело в том, какой код. И он снова выталкивает свои эмоции на код. Ну, вообще, это такая прям типичная тема. Есть же не просто говнокод, есть еще крутое слово «быдлокод». Вот «быдлокод» это, вот, себе представляется, должна быть картинка с гопником у меня сейчас обязательно, который такой, сидит, семки такой, наклавает гроши, да и вот он такой набирает за еду ту же работу. Должна мы сейчас картинка, ждем ее, она вот сейчас будет. И такой, а каждый в душе такой, я писал «быдлокод», наверное, за мной придет этот «быдлокопник». Вы что испытываете, когда эту картинку с «быдлокопником» видите? Я реально понимаю. Вот, а я себе так представляю этого человека, который говорит. Чаще всего человек, который говорит чаще всего слово про «быдлокод», он вот так выглядит. Он вообще, например, никогда не кодил. Но ему нравится это слово, потому что это классное слово такое, «ну, у меня-то на проекте «быдлокодеры». Ха-ха-ха-ха-ха». А у самого, у него в презентации даже эта штука не влазит. Это типичная ситуация. Ну, еще просто пацанский принцип, которому хочется всех научить, потому что пацаны, они на самом деле о деле говорят, а не о том, о чем парень с предыдущего слайда. Вот об этом говорил предыдущий докладчик. А когда вы пишете код, это хороший пример. Попробуйте представить, что не дай бог он попадет в библиотеку какую-нибудь. И там какой-нибудь Дима посмотрит в него и про вас расскажет на докладе. А если он вашу фамилию видит в исходниках, которую вы ради собственной славы поставили, припечатали, так это же вообще. Вот, то есть, да не ставьте фамилию. Почту на адрес тоже убирайте, из Джона Доку от меня молчание, если что. Вот, понимаете, в чем дело? Мы когда кодим, даже если мы кодим для себя, мы не знаем, что с ним дальше будет. То есть, никто, наверное, не желает своему коду, чтобы он в итоге оказался на помойке, нигде не работал и так далее. Половину языков и так можно достать весь ваш код из вашего веб-приложения и так далее. Особо не запариваться, как бы вы его не охраняли. Вы в общак кидаете, реально. И как бы вот вы кидаете в общак, и кто в общак мало кладет, тот как бы... И вот есть еще старый принцип русский, как бы соборный. Человек старается для общества. А общество, оно ему поможет. Но только в случае крайней нужды. Но когда эта крайняя нужда наступит, если вы в обществе не помогали, то, скорее всего, общество вам в этом напомнит. И вам будет в 10 раз больнее. Представьте себе, что каждый раз, когда вы пишете свой код, общество выдает этот ваш код пристально разглядывать. Между прочим, картинка. На Тенкенковской галерее. Ну, а теперь снова скопипащенные картинки, есть уже презентации, потому что... А что, нормально же так презентации делать? Это Java. А мог быть MATLAB, могло быть Си. Какая разница, на любом языке можно написать буковки, которые перемножаются. Это будет полная хрень для вас. Но, например, абсолютно понятно для какого-то математика, который это написал. Для вас какой-то абсолютный говнокод. Вы же даже не знаете, что какой-то алгоритм или еще что-то. А математик такой, мне не важно, что использовать, я такое-то написал. Но для него говнокодом будет, например, какой-нибудь, ну, любой классный паттерн, который вы используете. Ну, что он даже не понимает, зачем нужно, я же могу формулу написать. Зачем длинное название переменных? Понятно же. Ну, то есть, он же обладает с крайним знанием с той стороны, он и с этой. И это про языки тоже работает. А это на Си. Какой смысл подписывать языки? Змейка. Может быть, я нашел просто где-то. Классный же код, на самом деле. Ну, то есть, типа, сейчас я отформатирую, он будет классный. Человек просто не успел отформатировать, думаете. И он такой же мой мой. Или съехало что-то у него в студии, или он в блокноте писал, он там формат сохранил. И он думает, что ничего другие отформатят. Дело только отформатирование. Люди воюют за форматированием. Типа, они код отформатировали, и все стало круто. Он перестал пить его на кодах. А что, никто не сталкивался с таким, что вот калбеки как-то тянутся и тянутся? Так это маяковский. А вот где эта грань между, как это, Архимед Псамита Песчин, когда в очередной раз хочется вспомнить. А где вот, вот седьмой калбек или восьмой, это нормально. Где? Вот я один раз начал писать, тоже не мог остановиться. Ну там есть вариант, да? Как третий. Третий? Это вот правило такое. А я вот по четыре пишу, все уже, да? А это че? Сишар, а мог быть визуал бы этих, а могла быть одинэсер. Тоже даже можно писать. Ни какой разницы. Типа, боже, он написал на русском. Американцы все время пишут на своем. Им вообще тяжело читать свой код. Они выходят, у них все слова из их гаража, из их кухни. Я взял свою вилку и ответвил ее вот куда-нибудь. И там еще пришел мой главный, короче, научрук. И он еще сделал с этим кодом. Короче, я не знаю. А потом я взял пилу и сделал дыру. Вот так выглядит описание кода, инструментов. Для нас это классные слова. Они расширяют нашу абстракцию. А тем парням плохо. Индусы будут лучшими программистами китайцев, потому что для них это вообще абстрактные слова. Дайте просто подучить вот эти слова, чтобы переменные называть правильно. Все будет хорошо. Тут даже за Аней не замазывалось. А вы всегда знаете, в какой операционке ваш код будет исполняться? По-моему, очень полезный навык. Я вот, например, вчера первый раз проверил, последующим образом пытался записать файл один на диск С. Очень похожий образом, я почему вставил. А второй в обычную директорию, типа в домашнем Абунте. Ну, если в одну не записалась, то она, наверное, даже не видна. Ну, просто я под видной сижу разрываю. Типа, мне на Абунту не лень было, что ты... Я потому что и так и так работал. Ну, работает же. Ничего не плохо. Чего бесит вообще? Хочется сказать, реально бесит. Тут все написано. Я про это уже говорил. Человек, он такой не очень стандартный, приносит свой подход в другую область, в другую команду, другим людям. Он такой говорит, так, вот тут сейчас будет так, так и так. И лучше знаю. Кому этот человек делает хорошо? Он и себе делает плохо, и другим людям делает плохо. Он увеличивает количество конфликта, он немножко раздувается, как красная звезда, но в итоге потом лопается, и остается желтый и коричневый карлик. Ну, то есть в любой какой-то момент, когда осуществляется первый общий прокол. И вот самый человек, который меня бесит, это вот, ну, я уже про него несколько раз сказал, он такой, напишет, смотри, я на гудлокоте. Смотри, классный же гудлокот. Ну, скажи мне, ему тоже говорят. И он что ждет? Он ждет, что другие тоже будут. Смотри, у меня тоже классный гудлокот. Здесь все сняются признаться, что, блин, похвали или на эти недостатки, но не обидеть меня очень сильно. И вот этот вот момент, не обидеть меня очень сильно, он самый важный. Из-за того, что программисты очень сильно обижают друг друга, много обижали в детстве, может быть, много обижают по жизни, они выплескивают это, на анонимных досках, кидаясь анонимными кусочками кода, иногда своими. Загрусти. Вот, ну, конец. Кто сможет прочитать, тот молодец. Все, всем спасибо. На этом вопрос нет. Можно скачать презентацию, как образец, и использовать. Есть вопрос. Спрос один, как жить в студии? Кто виноват, у тебя нет вопроса, да? Нет, 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 нет. Да, точнее, нет. У меня еще вопрос. А какой тебе буржу использует, я не понял. Я не понял. Где? Ну, вопрос. Как они говнокод называют? На английском языке. Я видел фору. Вонючий код, смелкод. А, смелкод, смелкод смелкс, да. Ну, типа от пауля. Код смелкс. Но, к нам, я так понимаю, калька пришла все-таки с их... Мне почему-то кажется, вы... Нет, когда их переводят, пишут, код дурно пахнет. А говнокод это наше родное... Может быть, да. Или где? А говнокод это что? Возможно, ничего. Я не видел говнокод это что-то. Что это только наше. Возможно, ничего не было.